Золотая виза в Объединенных Арабских Эмиратах это аналог ВНЖ, она выдается на 10 лет и получить ее гораздо проще, чем в Европе, можно даже за один месяц. И вот все подробности нам сейчас расскажет Игорь, специалист компании Palladium Group, который знает об этом прям все действительно от и до. Обязательно досмотрите наше видео до конца, мы вам скажем все нюансы, а не то, что вот общие какие-то слова. Игорь, давай сначала, что дает золотая виза и как ее получить. Ну прежде всего, как и любая виза, золотая виза дает возможность проживать на территории Арабских Эмиратов и срок этого проживания составляет именно 10 лет. То есть это не какие-то короткие визы, которые предоставляются там на год, на два года, на пять лет, как пенсионная виза, а именно на 10 лет. Любая золотая виза дает абсолютно те же самые права и обязанности, которые есть у всех резидентов, это оформление Emirates ID и уже использование всех льгот. Существует несколько типов золотых виз. Первая это золотая виза за приобретение недвижимости, стоимость которого составляет более 2 миллионов дирхам. Также есть золотая виза владельцев компании, которые компании существуют более года и имеют оборот также более 2 миллионов дирхам. Есть золотая виза за внесение инвестиционного вклада, то есть открытие вклада, банковского вклада депозита на территории Арабских Эмиратов более 2 миллионов дирхам. Также дается золотая виза. И существуют золотые визы как высококвалифицированных специалистов и стартаперов. Немножко поясню, 2 миллиона дирхам – это около 544 тысяч долларов. И давайте по порядку, Игорь, золотая виза при покупке недвижимости. Рассказывай все нюансы. Золотая виза при покупке недвижимости. На текущий момент существуют такие условия. То, что человек приобретает на территории Арабских Эмиратов недвижимость, ну а именно мы рассмотрим Дубай, стоимость которого более 2 миллионов дирхам. В настоящий момент процент застройки уже является неважным для того, чтобы подать главное, чтобы сумма выплаты собственных средств была не менее 1 миллиона дирхам. А общий контракт составлял на 2 миллиона. То есть это именно собственные средства. Не кредитные, не рассрочка, а именно выплата собственных средств 1 миллион. И в таком случае через земельный департамент при правильном формировании полного комплекта документов можно подать на рассмотрение и уже пройти всю процедуру и получить себе Emirates ID. То есть получить золотое резидентство и золотую визу. То есть первоначальный взнос должен быть где-то половину? Да, не менее, не менее миллиона дирхам. В принципе, не половину, потому что объект можно купить и за 5 миллионов, и за 10 миллионов. Главное, чтобы было больше 2 миллионов стоимость и внести не менее 1 миллиона. Подходит как коммерческая, так и жилая недвижимость? Можно, например, в складчину какой-то объект купить? На текущий момент подходит абсолютно любой тип недвижимости. Коммерческая, апартаменты, жилая недвижимость. Да, и также можно приобрести в долевую собственность. То есть это раньше были требования только по супругам, сейчас уже наличие родственных связей не особо важно. Главное, чтобы имонт, то есть выплата собственных средств составляла не менее 1 миллиона и общая доля составляла не менее 2 миллионов дирхам. Досмотрите наше видео до конца. Мы тут, Игорь расскажет, в том числе, как можно получить золотую визу в Абудаби. Там есть очень интересные условия. Игорь, смотри, а как я знаю, если вы получаете золотую визу, то можно вообще хоть даже ни одного дня не находиться сейчас на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Да, это преимущество золотой визы. Если по другим визам необходимо въезжать в Арабские Эмираты на небольшой срок, он четко не оговорен нигде в законе, раз в полгода, то при наличии золотой визы можно не въезжать вообще. То есть оформили себе золотую визу и путешествуете везде по миру, либо живете в своей родной стране, сколько хотите. Срок у вас 10 лет, после этого вы можете данную визу продлить. Единственным нюансом за приобретение недвижимости по золотой визе в настоящий момент также является, если вы продаете объект недвижимости, то золотая виза у вас сгорает. Также и сгорают спонсорские визы. То есть вы можете здесь жить, работать, открывать банковские счета, пользоваться всеми правами резидентов, сотовая связь, я знаю, гораздо дешевле. Страховки гораздо дешевле, да. Плюс билеты на всякие развлекательные мероприятия тоже гораздо дешевле. А расскажи, пожалуйста, членам семьи, как оформить золотую визу? Членам семьи можно оформить спонсорскую золотую визу. Допустим, членам семьи прежде всего признаются по восходящей и нисходящей линии, это родители, это дети. И также супруги. В принципе, процесс он такой же, как и у самого спонсора. То есть оформляются документы, оформляется страховка. Сейчас она является обязательным требованием при подаче на визу через DLD. И документы направляются в земельный департамент. После этого назначается медицинский тест. После этого сдача отпечатков пальцев. И уже, в свою очередь, оформляется резидентство. Также важным нюансом является, что при наличии золотой визы не требуется сертификат из полиции об отсутствии судимости. То есть это именно прерогатива золотой визы. В остальных типах виза требуется предоставить данный Police Clearance Certificate. Смотрите, вот все подробности об оформлении золотой визы, все нюансы есть в Телеграм-канале. Ссылочка будет под этим видео. Если вам нужна консультация Игоря, вы также можете обратиться через Телеграм-канал. А я хочу задать следующий вопрос. Дети вот до скольки лет? Дети, ну, в свою очередь, делятся на... Несовершеннолетние, наверное. Ну, делятся тоже на мужского пола и женского пола. То есть мужского пола до 18 лет можно оформить, как на детей. На женского пола до тоже 18 лет при наличии незамужества. Либо на самом деле срок может быть оформлен, что на мужчину, что на женщину, на детей до 25 лет. Но всегда есть свои нюансы, это уже под запрос через земельный департамент. То есть четко установленных рамок по закону нету, но необходимо всегда запрашивать. И они уже рассматривают либо apply, либо don't apply. Ну, это лучше к вашим специалистам обратиться, они уже подскажут в конкретном случае человека. Игорь, расскажи, пожалуйста, мы обязательно в этом видео коснемся всех типов золотой визы, инвесторов и квалифицированных специалистов. Но вот есть очень важный и интересный момент – Абу-Даби. Золотая виза, если вы покупаете недвижимость в Абу-Даби. Сейчас Абу-Даби привлекает активно инвестиции, привлекает активно население. То есть Эмират хочет вырасти по такому же принципу, как и Дубай, и даже, возможно, его превзойти. То Абу-Даби придумал свою систему оформления золотой визы. Дубай, кстати, сейчас тоже уже перенимает этот опыт и принимает эти условия. То есть в Абу-Даби точно так же сейчас, первое, не требуется абсолютно никакой процент застройки при оформлении золотой визы. То есть вы можете купить объект недвижимости еще даже, который не начал строиться на нулевом этапе. Главное, чтобы у вас был договор. Но уже в Абу-Даби необходимо выплатить полностью 2 миллиона дирхам. То есть как в Дубае 1 миллиона недостаточно. Полностью выплачиваете 2 миллиона и подаетесь на золотую визу. При этом, если вы выступаете спонсором и также своим Депендент оформляете спонсорские золотые визы, то при продаже объекта недвижимости, даже если вы после оформления визы через неделю продаете объект недвижимости, у вас остаются у всех золотые визы. Так же, как и у спонсора, так же и у Депендент. Прикольно. То есть можно купить, продать и на 10 лет ВНЖ Дубай, ВНЖ Объединенных Арабских Эмиратов у вас в кармане. Смотрите, вот такие нюансы есть опять же в Телеграм-канале. Вот про эту особенность, наверное, мы единственные рассказывали в Телеграм-канале про Абу-Даби. Игорь, а за сколько можно оформить золотую визу, срок оформления? По общему правилу золотая виза оформляется в районе 10-15 рабочих дней, но тут в зависимости от того, через кого вы работаете. То есть как правильно формируете документы, как правильно их подаете, используете ли дополнительные преимущественные вип-пакеты или нет. Наша компания оказывает профессиональные услуги, и мы можем ускорить данный процесс. То есть мы можем заранее подать документы как в электронном виде, так и лично. Можем ускорить рассмотрение заявок, также можем ускорить рассмотрение медицинского теста, фингерпринт, то есть сдача отпечатков пальцев в биометрии и получение Emirates ID. У нас существуют вип-пакеты, он называется «За 24 часа», то есть за 2 дня реально можно получить, ну, рабочих дней, реально можно получить себе уже Emirates ID и полностью визу. Ну, либо в свою очередь, если мы ускоряем, допустим, VIP-medical, VIP-биометрия, то сокращаются на 3-4 дня по общему правилу. То есть можно получить как в течение недели, одной рабочей полноценной недели, либо вообще в течение одного рабочего дня, если с утра сдать, к вечеру уже получить Emirates ID. Ну, как правило, допустим, на следующий день. А так общий срок 10-15 рабочих дней. Ну, и если вот вы идете по такой процедуре, как я понял, клиента встречаете там в аэропорту, в отеле и провозите просто по всем нужным инстанциям. У нас, да, есть услуга VIP-трансфера. Это автомобили представительского класса, Mercedes S-класса, BMW 7-й серии. Мы действительно можем встретить клиента в аэропорту, забрать в отеле, везде привезти клиента. В любом случае, даже при отсутствии VIP-трансфера, мы полностью сопровождаем наших клиентов. Мы их не бросаем ни на одном этапе. Везде они присутствуют вместе с нами и нашими специалистами из департамента PR-о, дополнительными специалистами, которые требуются. И мы уже клиента везде абсолютно сопровождаем, на каждом этапе. И, в свою очередь, как можно быстрее сокращаем все сроки, экономим денежные средства и сокращаем трудозатраты самого клиента. Смотрите, вот еще важный момент. Чем быстрее вы получите документы от застройщика, тем быстрее можно оформить золотую визу. Вот, например, какие застройщики сейчас быстро предоставляют документы, где это можно сделать, это вот лучше спрашивать у специалистов по недвижимости. Опять ссылочка будет в телеграм-канале. Так, а сейчас мы перейдем ко второму типу виз, золотая виза инвестора. Да, золотая виза инвестора. Это когда человек, неважно, резидент он или не резидент, делает вклад в экономику Объединенных Арабских Эмиратов, а именно открывает депозитный счет на сумму более 2 миллионов дирхам. То есть в этом случае и банки на самом деле лояльно относятся при переводе денежных средств из-за рубежа. Главное, банку правильно преподнести информацию, почему и зачем, кто и откуда переводит эти денежные средства, чтобы они заблокировали при международной транзакции. Открывает данный вклад депозитный счет. Единственным важным условием является, что в течение первых двух лет нельзя снимать эти 2 миллиона, иначе тогда золотая виза сгорает. То есть можно положить больше 2,5-3 миллиона и снимать этот превышающий предел, но не менее 2 миллиона. Первые два года находятся денежные средства на вкладе. Также банк предоставляет дополнительные возможности, то есть выдает кредит сразу же под этот вклад, допустим, 1 миллион 900 тысяч дирхам, и можно пользоваться этим кредитом. При этом, если этот кредит снять и положить на этот депозитный счет, то с учетом формирования сложного процента у вас будет повышенный вклад по депозиту, который будет перекрывать точно так же кредит, который вы взяли. То есть кредит, допустим, будет на 4%, а сложный повышенный процент будет, допустим, 6,5%. Но есть особый нюанс. Поскольку кредит точно так же выдается на 2 года, то первый год банк снимает повышенную комиссию за использование кредита. То есть если вы захотите денежные средства снять заранее, то в таком случае вы даже можете уйти в минус. Поэтому все эти нюансы необходимо учитывать. Ну, как я понял, простым языком. То есть если вы можете положить просто на счет, вам идут какие-то проценты, можете проинвестировать, да, в акции, в облигации. Да, но это рассматривается индивидуально, все верно. Главное, чтобы это было четко фиксированный депозитарий на 2 миллиона дирхам. Ну и как я понял, вот все эти схемы с кредитом, то есть вы при правильном подходе можете эти деньги и тратить свои, не то что замораживать, да? Все верно, да. Ну, опять же, лучше уточнить у вас, чтобы не уйти в минус, а еще и плюс получить. Да. Классная схема. Еще какие есть способы получения золотой визы? Есть золотая виза для владельцев компании. То есть те, кто открыли компанию на территории Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае, если компания существует более года и имеет оборот более 2 миллионов дирхам, нечистой прибыли, достаточно оборота, то можно подавать документы на получение золотой визы, точно так же и получать все преимущества золотой визы. Также существуют высококвалифицированные специалисты, то есть это лица, которые добились определенных достижений в науке, культуре, медицине, юриспруденции и иных сферах деятельности, которые признаны, допустим, на общегосударственном или общемировом рынке, то могут точно так же получить золотую визу при одобрении компетентными органами Дубая и получить налоговое резидентство по золотой визе. Существует еще возможность для золотой визы стартаперов. То есть в настоящий момент Объединенные Арабские Эмираты привлекают сюда не только высококвалифицированных специалистов, но и привлекают хорошие стартапы. Есть стартапы, которые направлены на социальную направленность, есть, которые направлены, допустим, на ИТ, либо там какие-то культурные мероприятия, то есть то, что преподносит действительно инновационный хороший вклад в социальную сферу и общественную сферу Объединенных Арабских Эмиратов. То такие лица, которые зарегистрированы в определенных так называемых хабах, могут точно так же претендовать на золотую визу, получение золотого резидентства на 10 лет. Вот, как я понял, очень много нюансов. Все эти подробности смотрите в Телеграм-канале. У Игоря хочу спросить еще один момент. Игорь, вот члены семьи при любой возможности оформления золотой визы также получают, неважно, высококвалифицированный специалист, бизнес-инвестор или как? Да, все верно. Дети, супруги, родители получают по общему правилу. Причем, если мы, допустим, берем визу на 2 года, то тогда, когда вы оформляете Dependent визы, там выдается только на 1 год. А при наличии золотой визы на 10 лет, то выдается ровно на такой же срок, сколько и у самого спонсора. То есть, было, ну, осталось там 8 лет, выйдет на 8. Если только там оформили на 10, то сразу же тоже оформляете на 10. То есть, в этом дополнительный большой плюс. Еще, как я знаю, вот госпошлина, ну, государственный сбор, такой интересный момент, на визу на 10 лет, например, меньше, чем на визу на 2 года. Все верно, да. Это тоже определенные особенности и привилегии золотой визы. То есть, условно говоря, не нужно 5 раз продлять по 2 года, а можно 1 раз на 10 лет еще и сбор меньше. Да, все верно. А вот расскажи, вот совсем недавно появился такой промежуточный вариант, пенсионные визы на 5 лет. Да. Есть такая пенсионная виза на 5 лет. Это лица, которым исполнилось более 55 лет. И сумма их недвижимости стоит более 1 миллиона дирхан. То есть, они приобретают за эту сумму, выплачивают более 1 миллиона, по возрасту они тоже проходят и могут подаваться на визу сроком на 5 лет. Игорь, а если человек, допустим, купил недвижимость на сумму около 205 тысяч долларов и может оформить резидентскую визу на 2 года, но она, допустим, если правильно выбрали недвижимость, выросла в цене, может он потом, допустим, пенсионную визу оформить, если ему исполнилось определенное количество лет? В настоящий момент очень активно меняются все условия, поскольку у Дубая есть политика до 2040 года увеличить вообще площадь застройки в 2 раза, увеличить в 2 раза все, возможно, все привлечения ресурсов, то есть, как и людского ресурса, специалистов и так далее, то, к примеру, если человек купил год назад, полгода назад, полтора года назад объект недвижимости, который не соответствовал требованиям для получения визы, то есть, к примеру, купил там за 700 тысяч дирхам, а сейчас, ну, а минимальный порог 750 тысяч дирхам, то можно произвести переоценку объекта недвижимости, потому что недвижимость в цене растет. Точно так же и по возрасту, допустим, пенсионная виза 55 лет, бывают ситуации, когда из 49 лет одобряют, то есть все индивидуально под запрос. Существуют также ситуации, когда порог по недвижимости тоже там не подходит, но при определенном правильном формировании пакетик документов тоже можно податься. Либо, как раньше, нужно было подавать обязательно документы на визу, если у вас должно быть 100% застройки. По некоторым привилегированным застройщикам, которые являются самыми крупными и основными в Дубае, можно было подаваться сначала, когда срок истекает там 1-2 месяца, потом этот порог снизили до 70%, в некоторых ситуациях до 50%, по некоторым до 30%. На текущий момент процент застройки не важен. Даже если вы приобретаете землю с целью постройки виллы, но виллу еще не начали строить, а вот земля у вас уже соответствует критериям оценки, все, можно подавать на визу. Я знаю, у вас еще есть такая уникальная услуга – виза за 24 часа. Что это такое? Да, все верно. На текущий момент для сотрудников, то есть лица, которые оформлены как эмплои в компанию, либо это действительно золотые визы, мы можем подавать документы и получать визу за 24 часа. То есть заранее мы подаем комплект документов в электронном виде, быстро получаем все необходимые энтри-пермиты, электронные визы, одобрения, и уже в один день человек проходит всю необходимую процедуру. Медицинский тест, биометрию и даже, возможно, в этот день получить Emirates ID. Но мы называем эту услугу за 24 часа, иногда получаются некоторые накладки, поэтому на следующий день и ровно за 24 часа мы действительно можем получить Emirates ID и передать клиенту. Также в этом плане мы можем клиенту на второй же день открыть быстро корпоративный банковский счет, личный банковский счет, и таким образом клиент может за два рабочих дня решить все свои вопросы, связанные с получением визы, Emirates ID, открытием корпоративно-банковского счета и спокойно улетать уже в другое государство. То есть можно получить и рабочую визу, и золотую, да? Да, все верно. Ну это очень классно, то есть для тех, кто ценит свое время, особенно у кого время дорогое, я думаю, это пригодится. Все контакты будут под этим видео, можете обратиться к Игорю или к специалистам из его компании за консультацией, которые вместе с ним работают. Игорь, спасибо большое, что очень подробно рассказал, было очень приятно пообщаться.